Зверское убийство своего собутыльника попало на камеру видеонаблюдения в Минске. Конфликт, который привел к таким последствиям, случился на остановке общественного транспорта. Весь инцидент происходил на глазах у случайных прохожих. Сначала двое парней мирно сидели на скамейке, но в какой-то момент возникла ссора. В результате молодой человек нанес своему приятелю несколько ножевых ранений. Сейчас нападавший задержанный дает признательные показания. Владимир Королев изучил запись, которая попала в распоряжение нашей программы. По этическим причинам мы не можем полностью показать кадры утренней разборки. Камера видеонаблюдения, расположенная на остановке общественного транспорта, запечатлила весь инцидент. Двое парней сидят на скамейке и вроде бы даже мирно общаются. В пять часов две минуты между ними начинается какой-то конфликт. В этот момент один из них вскакивает и достает нож. Спустя полторы минуты парень нанесет свой удар. Оператору 102 поступил звонок от прохожего о том, что на остановке улица Аранская возле шестого дома находится пострадавший мужчина с ножевыми ранениями. Данный мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался от полученных травм. Эта же камера отчетливо показывает, на остановке стоят люди. Сразу после удара нападавший роняет нож, сказывается количество выпитого. Но после поднимает его и какое-то время безнаказанно ходит вдоль дороги и даже общается со свидетелями, как будто бы ни в чем не бывало. В ходе проведенных мероприятий была установлена его личность. В ходе отработки связи потерпевшего было установлено, что ножевые ранения причинены его знакомые после совместного распития. Спустя две минуты нападавший возвращается и наносит сильнейший удар в бок, от которого потерпевший падает на скамейку. Никто при этом даже не пытается позвонить в дежурную часть. Лишь спустя 10 минут после происшествия кто-то из очевидцев вызовет скорую и милицию. Но будет уже поздно, мужчина умрет в больнице. Задержать нападавшего не составило особого труда. Им оказался 25-летний житель столицы, знакомый убитого. Ранее он был судим за угон, грабеж и кражу. Сейчас он находится в СИЗО и дает признательные показания. Известно, что в роковой день парни всю ночь выпивали, гуляя по Минску. В 5 утра, возвращаясь домой, чтобы как следует проспаться, они ждали на остановке троллейбуса. За умышленное убийство минчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Владимир Королев и Анатолий Долотовский. Зона Х. Минск.